Приветствую вас! Надо сказать, что я соболезную вам, соболезную вашей брати. Правда, не очень понятно, кем вы приходите в фабрички. Почему не была, но не та профессиональная либо сиделка, либо нянька, либо гувернарчка, которая бы вела, скажем так, постоянное наблюдение и уход за бабушкой. Почему это поручили вам, зная при этом, что у вас, собственно, есть дети, которым, как бы, ну, тоже нужно внимание. Вот. То есть здесь, опять же, либо идёт провокация определённая, да, провокация, что вы должны, то есть навязывание ответственности излишней на вас. Либо вы сами на себя эту ответственность взяли, указывать за бабушкой. Вот. Но при этом, как бы, ответственность это не совсем здоровая, а гипертрофированная, что вы её должны. Вот. А связано это определённо очевидно с тем, что свои эмоции вы склонны подавлять. Ну, то есть, ну, просто вот вы подавляете свои эмоции, свои чувства. Вот. То есть вы говорите, что, значит, бабушка там что-то делала, вам это не нравилось, и сейчас вы, значит, реагировали на это очень негативно, вот, на то, что она, она, ну, вот так себя вела. То есть вы склонны подавлять свои чувства. Ну, эмоции свои склонны подавлять. И здесь, конечно, тоже нужно разбираться с тем, почему так происходит. По какой причине и из-за чего вы склонны подавлять свои чувства. Дальше. Я рекомендовал бы вам подумать вот о чём. Чего бы хотела бабочка для вас? То есть, вот, просто подумайте. Хотела бы она, чтобы вы, например, ради неё оставили детей своих. Вот. И ведь она наверняка знала, что у вас дети, и что вы детей, в общем-то, оставить не молите, иначе бы вы их пошли к ней. Вот. Так как вы считаете, вот, бабочка хотела бы, чтобы вы, значит, оставили детей? Я думаю, нет. Я думаю, нет. Нет, не хотела бы. Вы за ней ухаживали. Она знала, что вы её любите. Она знала, что вы относитесь к ней хорошо. Вот. И она бы не хотела, я уверен, чтобы вы оставили своих детей. Вот. Поэтому просто подумайте, как бы она отреагировала вот на эту ситуацию. Да? То есть, эээ, то есть, эээ, то есть, как бы она, как бы она отнеслась к тому, что дети оказались на втором месте. Ну, я думаю, я думаю, однозначно. Ну, вот. А вам можно представить, эээ, значит, эту ситуацию. Ну, то есть, представить бабочку. Вот. И выговориться, выговориться ей. То есть, представьте себе бабочку. Представьте, что она сидит вам перед вами. Перед вами. Вот. И расскажите ей о своих чувствах, о том, что, ну, о том, что вы могли, не могли, о том, что вы, там, хотели бы, например, и так далее. Вот. Поделитесь с ней, с ней этим. Я уверен, что чувство вины у вас отпустят. Эээ, вообще, мне кажется, что чувство вины у вас, оно, далеко не в первый раз. То есть, вы склонны подавлять свои чувства. Вот. И подавляя себя, подавляя то, что вы чувствуете, то, что вы хотите. А потом выплескивает это как-то, вот, негативно, да, то есть, ну, в виде всплесков, в виде взрывов, вот. Ну, и склонны себя, себя потом уже обвинять. С этой моделью поведения нужно работать и корректировать ее, потому что она ведет вас к негативу. Вот. Значит, смотрите, если вы верующий человек, то вам лучше, конечно, церковь, да, вот, рассказать все священнику, значит, и, собственно, поделитесь с ним, и вам станет легче. Вот. Вот. Когда поделитесь с ним, когда. Расскажите ему о том, что случилось. Если вы человек неверующий, то просто подумайте, представьте, что бабушка хотела бы. Ну, подержали бы вы ее зароку, да, но это ничего бы не изменило, потому что она все равно не отдавала себе отчет в том, кто рядом с ней, так и так далее. Вы сами говорите, что у нее не было в порядке главы. Вот. То есть помните, какой она была раньше. Вот. И чего она хотела для вас. И вот как бы та бабушка, вот та бабушка, не та, которая вот наша, ну, сейчас была, это не бабушка уже, да, это искалеченный болезнью в старости человек. Вот. А вот та бабушка, которая была, как бы она отреагировала бы на всю эту ситуацию? Вот. На ваше поведение. На ваш вывод. Поговорите. Снябль. Поговорите. Поговорите. Поговорите, обсудите. Представьте. Ну, а с твоей стороны я могу сказать, что есть некоторые проблемы у вас с личными границами, да, то есть, если вы делаете что-то для людей, ну, вот, например, для бабочки свою что-то делали, то у вас явно есть склонность к тому, чтобы жертвовать собой, вот, не выражая своих чувств, вот, это, конечно, накладывает отпечаток, и я бы обратил бы внимание на это. Ну, и, конечно, как правильно заметил мой коллега, да, вам сейчас нужно дать волю своим чувствам, да, то есть, в самом случае, испытывать вину – это нормально. Ну, вот, испытывать именно такое чувство, какое вы испытываете – это нормально, потому что бабочка, она все-таки вот только-только умерла, и вы еще не приняли это. Вот, сейчас не бойтесь, не бойтесь выражать свои мысли, плачете, вот, и я уверен, что в то время вы увидите, что то, что вы делали – это нормально. то это нормально, что вы обратили внимание именно на детей, да, и отдали предпочтение детям, своим детям, а не бабочкам, вот, потому что дети, они, ну, важнее. То есть, вспомните, вот, вспомните свои приоритеты, да, вспомните свои приоритеты, почему, почему вы остались именно вот, именно с детьми, из-за чего вы остались с детьми? То есть, могли ли вы знать, что бабочка умрет, например, нет, не могли, никак не могли, и вы знаете, что, ну, что, что нельзя, нельзя было жить, да, с мыслью о том, что она вот умрет, нельзя, это, ну, это неправильно, это оскорбительно для человека, и так далее, выращительно, а то она будет жить. Вот, и это нормально, нормально. Вот. Это нормально, что вы думали именно так. Любой, любой человек думает, думает на вашем месте, думал бы именно так. Понимаете? То, что она умерла, это уже под фактом, вы не могли на это рассчитывать. Вот. Понимаете? Поэтому вините вы себя уже после того, как ситуация произошла. То есть вините вы себя, думая, что могли поступить по-другому. Но могли ли поступить по-другому? Вы. Нет, не могли. Потому что, вы знали, вы знали, что сейчас придет мама, и вы пойдете к ее бабушке. Ну, вообще, все это очень сильно и здорово похоже на, так вы знаете, игру. То есть вы спасали свою бабушку, вы делали для нее то, что должны были делать специалисты. Вот. Естественно, вы ошиблись, это нормальные люди начали себя бичевать. И обвинять. То есть как бы вы по жизни не шли вот с этим, ну, с этими вот аспектами, что я себя обвиняю постоянно. Понимаете? Вот. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Безусловно, такие серьезные вещи за один ответ не решаются. Если у вас остались вопросы, если будет желание поговорить, пишите в личку, обязательно помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.